С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Очень приятно вас видеть в понедельник утром, когда начинается новая неделя и когда мы имеем возможность снова, снова, опять и опять говорить о нашей с вами жизни, о том, что нас волнует. Вы помните наш девиз, который мы сформулировали с вами, что мы помогаем историкам в конечном итоге, которые в будущем будут изучать наше время, нашу жизнь, чтобы они лучше разобрались, как мы жили, что нас волновало и почему мы выбрали свободу и жизнь в Америке. Вот для этого эта передача «Контакт по понедельникам». Очень часто, когда люди разговаривают, объясняют, почему они уехали из бывшего Советского Союза, почему они выбрали жизнь в Израиле, в Америке, в других странах, многие говорят «ради своих детей». Это стало как бы уже само собой разумеющейся фразой, хотя я где-то немного не согласен. В общем-то, мы делаем многие вещи ради себя самого, но дети – это такое святое, ради чего мы готовы свою жизнь не ломать, но, по крайней мере, переделывать и формировать по-новому. Дети, наши дети являются стимулом нашей жизни. И наши дети, скажем так, оправдывают наши ожидания. Наши дети прекрасны. Они здесь, в новых возможностях, проявляют себя так, как, может быть, никогда не смогли бы этого сделать, оставаясь в той стране. У нас сегодня традиционная встреча с нашим постоянным, если можно так сказать, нашим собеседником. По крайней мере, раз в три-четыре месяца. Валерий Базар, руководитель отдела истории семьи, ХИАС, приходит к нам в гости, рассказывает об истории семьи в общем и конкретных интересных фактах из жизни тех семей, которые приехали в Америку, иммиграции конца 20 века. Сегодня будет тоже, наверное, интересная история, да, Мария? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Борис. Да, сегодня будет не только интересная, я бы сказал, особая история, потому что она посвящена одному из наших детей. И, как вы совершенно правильно сказали, я надеюсь, что историки этот рассказ, вот, когда они будут смотреть архивы ваших передач, наших передач. Через сто лет. Через сто лет. Имя человека, о котором я хочу рассказать, его должны помнить все и всегда. Слава Зильберман. Слава Зильберман. Скажите, пожалуйста, почему эта судьба и эта жизнь остановила ваше внимание и привлекла ваше внимание? Мы знаем, что в Америке, Америка ведет войны. Но мы как-то не совсем забываем о том, что и наши дети, которые здесь выросли, которых мы сюда привезли, они тоже участвуют в этих войнах. Это, наверное, неправильно. Нужно, я не знаю статистики, может быть, кто-нибудь когда-нибудь это займется. А какую роль в военной истории Америки принимают еврейские дети, которые выехали из той страны, где вообще считалось, что евреи воевать не могут. Они отсиживались в Ташкенте, они покупали медали. А здесь они решают свою судьбу и выполняют свой долг. Иногда до конца. Скажите, пожалуйста, прежде чем мы расскажем всю эту историю, к сожалению, она грустная история, но в то же время у нее есть какое-то такое светлое, светлое чувство от знакомства с жизнью славы. Скажите, пожалуйста, посчитайте, что он был герой? Герой — это вообще очень такое... Я не люблю этого слова. Хорошо, давайте тогда просто расскажем немножко о... Совершенно верно. Пусть зрители сами решат, какой категории или просто как личность будут рассматривать историю славы. Давайте мы начнем этот рассказ. Сколько ему было сейчас лет? Да, мы сейчас находимся между двумя датами. 20 февраля ему бы исполнилось 32 года, а 31 марта исполняется год со дня его трагической гибели. И в которой и в этой гибели есть тоже светлое начало. И жизнь его тоже была очень светлой. Что за история, расскажите. Я, значит, суть этой истории в том, что, возвращаясь с боевого задания, лейтенант военно-морского флота Соединенных Штатов Слава Зильберман погиб, спасая членов своего экипажа. Вот это коротко суть дела. Но я связался с родственниками, с самыми близкими Славой, с его учительницей, которая стала на много лет его другом, с его теми людьми, которых он в последний момент спас от неминуемой гибели. Их было не только в те три человека экипажа, которые были с ним, а он спас еще сотни людей, которые находились на авианосце, куда он возвращался с задания. Поэтому мне очень хочется рассказать о его жизни, пользуясь тем письмом, которое мать Славы Зильбермана написала уже после его гибели, обращаясь к своему сыну. И вот это письмо я как бы разделил на части жизни, на периоды жизни Славик. Если позволите, я... Это она написала письмо, как бы обращаясь мысленно к своему сыну. Совершенно верно. Который ушел. Да. Вот с этого мы и начнем. 20 февраля самый счастливый день моей жизни. Ты родился... Пишет мама, пишет мама, которую зовут Анна Соколова. Ты родился, мой дорогой сын. Мы отмечали этот день всей семьей в Киеве, на Украине. Ты всегда был в центре нашей жизни, наших планов. Все семейные события были связаны с тобой. Да, семья жила в Киеве. Киев очень красивый город, история которого идет в далекую древность. И эта история всегда была связана с еврейской жизнью. Еврейский язык всегда слышен был на улицах Киева. Это город, где жил Шалом Алейхим. Этот город видел позор процесса Бейлиса. Этот город был свидетелем ужасов Бабьего Яра. Но это все было давно. А можно было бы сказать о том, что вот этот ребенок, выросший в Киеве, как бы, ну, в какой-то степени впитывал вот эту историю? Что это каким-то образом присутствует в Европе? Вот как вы думаете? Думаю, что не очень. Потому что, как я сказал, все это было давно. А советские мы, советские евреи, когда мы были там, ну, что мы о себе знали? Мы были оторваны от своих корней. Хорошо. Поэтому, между прочим, а Соколовы вообще, они были, как бы, не совсем евреи, потому что мать, отец Анны Соколовой был боевой летчик. Григорий Герасимович Соколов. Да, он был боевой летчик, отвоевавший две войны. Валерий, значит, сейчас на телефонной линии, это Кливлин, да, по-видимому. Где живет Анна Соколова? Это Коламбус. Коламбус, прошу прощения. Анна Соколова сейчас на телефонной линии. И мы имеем возможность немножко вместе с ней, как бы, заглянуть в это детство, которое нам сегодня дает возможность говорить о человеке, что он герой. Анна, здравствуйте. Алло. Анна, здравствуйте. Я вас попрошу телевизор убрать, как бы, звук, это, наверное, мешает. Ага, да, да, уже, да, да, я слушаю вас. Я понимаю, как бы, то переживание, которое вы испытываете, говоря опять и опять о сыне. И вот сейчас передача, в которой мы называем славу Зильбермана героем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, этот, ну, он, естественно, он был самый-самый для вас особый. Но вот тот поступок, который он совершил, он заставил практически всех покинуть самолет, зная, что таким образом себя он обрекает. Скажите, в детстве это был такой же смелый и решительный мальчик, или это был киевский мальчишка, в общем-то, как все сорванцы? Вы знаете, он рос обыкновенным шаловливым ребенком, но еще с детства просматривалось его лидерство. В семье мы его называли вождь краснокожих. Вокруг него всегда было много людей, много детей. Он, не успевая приходить со школы, дети уже стучали в дверь и спрашивали, когда выйдет Славик погулять. По всех военных играх он был лидером, и они не могли начаться до тех пор, пока Славик не будет с ними играть. Как давно вы приехали в Америку? Мы приехали в Америку в 91-м году. Он занимался музыкой. Мы в Киеве водили его в филармонию. То есть он был обыкновенным ребенком. Ну, вот так он... Ну, наверное, все-таки он был необыкновенный ребенок, по крайней мере. Как говорится, поступок человеческий и завершение вот его земного существования, он говорит о том, что это был необыкновенный человек. Скажите, пожалуйста, Анна, он ушел, у него осталась жена, остались... Вот расскажите немножко. У него осталась жена, очень красивая Катерина. Осталось двое изумительных детей, которые часто спрашивают о нем, очень тоскуют о нем. Маленький Дэниел, старший, ему сейчас 5 лет. Я застаю иногда его в слезах, и он спрашивает, говорит мне по-английски. Я хочу, чтобы папа вернулся. Сырочка, малышка, ей 3 года, она часто ко мне подходит и говорит, ты скучаешь за моим папой? Анна, скажите, пожалуйста, как ваши отношения строятся, ну, я знаю, с невесткой? Знаете, по-разному жизнь, ведь прошел уже год. Как вообще? У нас очень хорошее отношение, прекрасное отношение. Катя приводит нам детей, мы так счастливы. Она ведь переехала, она жила в другом городе, да? Да, Катя переехала в Коламбус. Мы так счастливы, что она с нами. Мы считаем ее своей дочкой. Мы говорим ей, ты единственная, что вот сейчас у нас есть, это ты, ты наша дочка, это наша семья. И дети, это наша семья. Аж как складывается ваше отношение с теми тремя его коллегами, которые, тетчиками, которые были в самолете в тот момент, когда самолет шел к аварии? Да, они все мне написали письма, очень теплые, разумные письма. А вот вчера у нас был, вот сегодня утром уехал второй пилот, который много рассказал о Славике. Это человек, который сидел непосредственно с ним в кабине в тот момент, да? Рядышком, да, рядышком. Он рассказал вам, что происходило, как все происходило? Он рассказал, что происходило, и он рассказал, что он не думал, что он будет уходить, но Славик заставил его уйти. Вот, и он говорит, что когда Славик видел, что он ничего не может другого сделать, что он не может посадить самолет на воду, потому что погода была очень плохая, и пропеллер, так сказать, не работал. Когда он увидел, что он ничего не может сделать, прямо его дословно слова, «He crushed the plane», «He crushed the plane», то есть Славик шел на смерть один. Он понимал, что он делает? Да, он понимал, что он делает, и вот когда я это услышала, мне просто стало страшно, безумно страшно. Это мой ребенок, моя кровиночка. Да, я понимаю вас, извините, пожалуйста, что я вызываю у вас такие воспоминания, эмоции, но вы мама, это и нам слушать очень сложно и тяжело, и у нас тоже. Наборачиваются, слезы в такие моменты. Анна Соколова, мама Славы Зильбермана. Я хочу вам сказать, что сегодня эту историю, жизнь вашего сына узнали сотни тысяч наших телезрителей. Узнали, и я уверен, что они поддерживают вас. У вас прекрасный, красивый сын, я вижу сейчас его на экране, просто красавец. Таким человеком может гордиться и Америка, и еврейский народ, и вообще человечество может гордиться таким молодым человеком. Вы прекрасная мама, и у вас прекрасный сын. Он с вами. Поэтому и всегда вы можете рассчитывать, я уверен, на понимание людей, которые вас окружают. Огромное, огромное вам спасибо. Хорошего вам дня, хорошей недели. И хороших, хороших отношений вокруг людей. Всего вам доброго. Огромное спасибо. До свидания. До свидания. Это была Анна Соколова, мама Славы Зильбермана, героя нашей первой части передачи, летчика, эмигранта и гражданина Соединенных Штатов Америки. Я правильно говорю? Все правильно. Просто, когда мы говорим о жизни и о том, что совершил Слава Зильберман, нельзя не упомянуть о том, что он был не просто, знаете, таким вот железобетонным героем, направленным только вот, чтобы совершить что-то. Он, его обожали на флоте, в его эскадриле, у них было такое правило, или традиция скорее, каждые 2-3 месяца собираться на вечер, то, что мы назвали, отдыха и развлечений. И вот Славиным коньком было создание видеофильмов пародийных. Например, он создал фильм, где рассказывалось о том, как, простите, ходить в туалет во время полета. Второй был фильм, как посадить самолет задом наперед на палубу авианосца. Но самый смешной был видеофильм, когда он сделал, вот это, вы видели эти фотографии кабины, летчики сидят впереди, а те, кто выполняет миссию, а это самолет, интересно, она сейчас сказала, что его называли в детство вождем краснокожих, а самолет, на котором летал Слава, назывался Хоукай, Соколиный глаз. Это самолет очень сложный, очень невероятно набитый техникой. И вот те, кто выполняли эту миссию, поддержки наземных войск в Афганистане и Пакистане, они сидели сзади, занимаясь вот адмирадаром. Так вот, в видеофильме, который сделал Слава, он показал, что этот человек, который сидит сзади, он на самом деле играет в видеоигры. А летчики, которые сидели впереди, уверены, что самолет выполняет боевое задание. Вокруг него всегда были люди. Он, когда входил, напряжение в комнате снималось. Он был прирожденным лидером. Но было две звездочки, в присутствии которых он становился как бы в подчиненное положение. Положение планеты. Это двое его деток. Он тоже делал видеофильм, он снимал себя, когда он танцует и поет. И он рассказывал своим друзьям, я понимаю, что я выгляжу как идиот. Но если бы видели, как радуются мои детки, когда они видят вот эти видеопередачи, это был веселый, жизнерадостный человек. Но при этом в своем мире, это был личный мир, и там были главные его семьи, его дети, родители. Но был его мир, где главные были эти бесконечные тренировки. Он жил по принципу, который высказал когда-то человек, тоже великий летчик, но о котором, наверное, Слава ничего не знал. Валерий Чкалов. Если быть, то быть лучшим. И вот этим лучшим он стал асом. В письмах, которые адмиралы и капитаны писали потом родителям Славы, они называли его, он достиг совершенства в ведении самолета. Поэтому он и мог, только он, все, кто летал с ним, они говорили, мы счастливы, что ты с нами, мы уверены в своей безопасности. Только он мог выдержать, потому что что произошло? Правый двигатель вышел из строя. Слава, есть протокол, даже для таких экстремальных случаев, можно выключить мотор и посадить самолет на палубу с одним двигателем. Но для этого нужно расположить лопасти пропеллера в неработающем двигателе, таким образом, чтобы не создавалась дополнительная тяга. А вот это не удалось сделать, потому что было что-то неисправно. И вот Слава с этой максимальной тягой, как будто вы идете против ветра, вас еще тащат в сторону. Он умудрился держать вот этот самолет руками, пока не выпрыгнули члены его экипажа. Но потом уже это было всего полминуты от полета от авианосца. На него надвигалась эта огромная масса корабля. И он еще перескочил через него, потому что если бы он врезался в авианосец, погибли бы не только 4 человека, погибли бы сотни людей. И вот тогда он уже не успел. Он не собирался сдаваться, он не хотелся, он не собирался умирать. Но так получилось. Он спас людей. Да, я хочу сказать, что мы с вами каждый раз возвращаемся в наших передачах к истории семьи, истории рода, истории каждого человека. Ну, вы вообще, я знаю, человек, который болеет этим, старается, как можно сказать, кроме того, официальный руководитель отдела, который занимается историей семьи в Хиасе. И вот то, что вы сейчас рассказали о фильмах, которые делал Слава, фильмах, где он дурачился, где он был какой-то такой, ну, я не знаю, себя хотел показать разносторонним своим детям. Это ведь все история. Это ведь все стало мгновенно, в один день. В одно мгновение это стало историей этой семьи. Это то, что дети увидят через много-много-много лет. Внуки увидят. И, может быть, в какой-то момент это поможет им. Может быть, в какой-то сложный момент, увидев этот фильм, они психологически сами воспрямут. Потому что жизнь сегодня не становится легче. Я с вами абсолютно согласен, Борис. Поэтому я и Анне говорю все время, что у вас есть для кого жить. Потому что дети могут узнать о своем отце, конечно, от матери, естественно, только часть жизни. Но вы-то его знаете со дня рождения. И вы будете передавать его детям историю его жизни, а они понесут этот факел дальше. Вы знаете, по еврейской традиции человек не умирает, пока о нем помнят. По крайней мере, в день Холокоста всегда зачитываются имена. Имена совершенно верно. Вот в Израиле, на всех площадях. С каждого микрофона, где только возможно, стоят люди, стоят дети, стоят жители Израиля. И читают имена вот этих шести миллионов человек. И нужно, конечно, сосредотачиваться не на этом, не на том, что он погиб. Это, конечно, но на его жизни, на его светлой, хорошей жизни. Когда он действительно отдавал себя и отдавал себя без остатка. Да, это действительно такая история. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы не знаете статистику, связанную со службой, вот как вы сказали, наших ребят, иммигрантов. Не всегда это евреи, не всегда это русские, не всегда это, может быть, украинцы. Разные. Ну, те, кто приехали в Америку жить, начинать новую жизнь. Много ли историй подобных героических? Я не знаю, много ли. Я не знаю, много ли. Я действительно не знаю статистики. Я думаю, что есть погибшие, есть раненые, есть люди, которые тоже проявляли себя героически, есть награды. Но это, мне кажется, что это, в принципе, уникальная история. Если кто-нибудь знает о других подобных историях, пожалуйста, напишите нам. Кстати, в Хиасе организовали фонд имени Славы Зильбермана. Этот фонд, денежный фонд, он помогает детям иммигрантов получить образование. Как интересно. Это как бы с подачи вашего отдела это сделано было, да? Вы имеете как бы иногда возможность предложить вот такие акции? Когда стало известно. Вы понимаете, я не могу сказать, что с подачи моего отдела это было настолько единодушно. И настолько это спонтанно вышло. Когда у нас узнали, что был такой вот случай, то это возникло, я же говорю, совершенно спонтанно. И нашлись первоначальные спонсоры и доноры. А теперь это постоянно действующий фонд. Еще раз скажите, пожалуйста, значит, это фонд помощи детям? Фонд помощи детям иммигрантов имени Славы Зильбермана. Помощи в образовании, да? Помощи в образовании. В движении образования. Помощи в образовании. Скажите, пожалуйста, вы общались с его женой? Нет, с его женой я не общался. Она человек, как мне Анна Александровна, я общался, и общаюсь, и буду общаться. Я общался с теми людьми, которые находились со Славой в последний день. Вы разговаривали с ними? Я разговаривал с ними, переписывались. Это англоязычные, да? Это не иммигранты? Нет, это не иммигранты. То есть когда-то, может быть, в четвертом, пятом поколении. Мне кажется, в самолете был еще его друг, да? Так вот, Джереми... Нет, они были все его друзьями. Джереми Арнодд, это второй пилот, который, очевидно, был у Анны вчера. В гостях. Он, там же интересно, я стал разбираться в этой технике самолетной. Для того, чтобы выпрыгнуть, тоже не так просто. Нужно сбросить дверь входную. Входная дверь находится в заднем отсеке, там, где находились инженеры, вот эти, руководившие миссией. Но ручка сброса двери находилась возле Славы. Джереми не мог, который сидел рядом с ним, он не мог добраться до нее. Поэтому Слава на секундочку передал управление Джереми. И тот понял, насколько это тяжело. Потом нажал на эту ручку, дверь сбросил. И приказал сначала инженерам прыгать, а потом закричал, пошел, пошел, пошел Джереми. И Джереми не знал, когда он выходил, он не знал, Слава стоит за ним или еще. Он оглянулся, увидел, что он еще сидит и держит штурвал в руках. Тогда он прыгнул, они не успели, там тоже процедура, нужно надуть плоты, нужно надуть спасательные жилеты и только потом прыгать. Они, те инженеры успели надуть жилет, он маниплот. Джереми не успел ни то, ни другое. Он прыгнул с парашютом, в момент удара в воду он отстегнул парашют, ушел под воду, только тогда надул плот, надул жилет. И уже на авианосце знали о том, что произошло, потому что Слава приказал передать на авианосце. А, то есть это не было прямо рядом с авианосцем? Это было, началось, вот это аварийное положение началось в 16 километрах от авианосца. Это три минуты полета. Все остальное произошло... Три минуты, это три минуты в зависимости от какой ситуации. Три минуты это целая жизнь. Они находились на высоте 500 метров, а ниже 300 метров уже прыгать нельзя. Вот так. Да. Скажите, пожалуйста, в этом самолете, мне кажется, был еще его друг, который вместе с ним пошел в армию. Нет, они не были, они были все его друзьями, но просто один из инженеров был, они кончали, он же кончил риноселлар. Вот в этой, по программе, которую предлагает армия и флот, они оплачивают образование, но ты должен подписать контракт на 4 года. Причем Слава уже, он всегда задумывался, что дальше. Он уже хотел закончить еще, кроме риноселлар, который он закончил за три года вместо четырех. Это один из сложнейших политетнических институтов Америки, один из самых престижных. Кроме того, он уже хотел стать летчиком, а был конкурс огромный. И предпочтение отдавали тем, кто умеет летать. Так он еще за это время умудрился получить лайсенс или права на вождение самолет. И, конечно, его выбрали. Но это, по-видимому, было еще потому, что отец был летчиком, да? Это дед, дед был летчиком. Он был уникальным тоже человеком совершенно. Он очень гордился внуком. Они стояли, я видел фотографии, где они стоят рядом. Ордена, полно орденов у человека. Он не еврей, он русский. Но когда его старшая дочь в 79-м году, в год рождения Слава, решила уехать в Америку, потому что жена у этого боевого летчика была еврейка, и когда ему говорили, кстати, он истребительным был, что ты сделал, ты женился на еврейке, твое начальство, вот, а что они со мной сделают? Летчик истребительный, пошлют бумаги толкать. Женился, слава богу. А потом его старшая дочь уехала в Америку в 79-м. А он уже работал, кстати, освобожденным секретарем Организации оборонной промышленности. Ну, он, когда ушел в отставку, у него другой профессии не было, только летать. Поэтому разные секретари тоже бывают. И тут уже сказали, ну, он сейчас сбилинется, он скажет, куда ты едешь, тут твоя родина, ты мне и седины порочишь. Он сказал, правильно делаешь, уносить ноги оттуда. И уехал. И поплатился. Однажды к ним в дверь позвонили вечером в их квартиру, вошли три бандита в штатском, избили его и его жену до полусмерти. Это героя летчика, дедушку. Да, конечно, этих бандитов не нашли, естественно. Хорошо, вот так история семьи. История семьи. С нами Валерий Базаров, руководитель отдела истории семьи при Хиасе. А сейчас мы смотрим с вами рекламу. All Medical Care. Широко известная клиника предоставит все виды лечения. Терапевт Диана Теппер станет вашим семейным врачом. В клинике работает гастроэнтеролог и гипотолог Александр Бродский, офтальмологи Леонард Блей и Стэнли Илюшин, психиатр Зинаида Любов и невропатолог Мира Шеррин, дерматолог Дмитрий Казак и уролог Яков Рахман. Гинеколог Рита Явров, специалисты по заболеваниям ног Инна Блехман и Раиса Новопасновская. Уникальный коллектив All Medical Care сохранит ваше здоровье. All Medical Care. Эта клиника для вас. Старлайн Артист представляет. Сергей Безруков, Елизавета Боярская и другие в героической комедии Сирано де Бержерак. Не пропустите театральное событие года. Часто ходить к дантистам – это дорого. Редко ходить к дантистам – это больно. Ходить к правильным дантистам – это и недорого, и не больно. Доктора Зита Ройзман и Слава Познанский. Максимум здоровья – минимум затрат. Это смешно, это гениально. Это доступно всем от 8 до 88. И Гудзман и Джу в пародийно-комедийном музыкальном шоу «Маленькая кошмарная музыка» и «Вера в Бостоне». Течение нашей жизни напоминает смену времен года. Весна – рождение, лето – рассвет, зрелая осень. Ну и зима, конечно. Жизнь длина, но скоротечна. И очень важно, чтобы рядом, особенно в трудные минуты, были свои, понимающие нас люди. Те, кто, как говорится, познаются в беде. Лесовецкий. Свои для своих. Понять и помочь. Новая трактовка, казалось бы, всем известной истории. Истории величественной любви двух великих артистов – Марины Влади и Владимира Высоцкого. Вдоль обрыва, понад пропастью, по-самому. Спектакль «Владимир или прерванный полет». Призер международного фестиваля Владимира Высоцкого. Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Чикаго. В Институте здоровья Бруклин Медкэр созданы уникальные условия для восстановления здоровья человека после операции инсультов и травм. У нас работают специализированное отделение ортопедии и травматологии, Центр по заболеваниям позвоночника и суставов, Центр по диагностике и лечению острой и хронической боли. Также принимают высококлассные специалисты физиотерапии, иглоукалывания и массажа. Институт здоровья Бруклин Медкэр. Мы знаем, как Вам помочь. 718-645-03-00. «Пиковая дама» на сцене «Метрополита на пера». Блистательный российский тенор Владимир Галузин в оперном шедевре Петра Ильича Чайковского. Не пропустите! Премьера 11 марта. «Пиковая дама». С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в студии Валерий Базаров, руководитель отдела истории семьи. Есть такой отдел в Хиасе. И отдел, который много интересного собирает материалов, архивов, копается в этих архивах. А главное, что мне кажется, самое интересное, самое важное, что делает этот архив, он помогает нам с вами. Помогает разобраться, как же свою историю раскопать, узнать, добыть, как сделать так, чтобы последующие поколения знали больше о нас, и мы передали им максимум, то, что узнали мы. Вот для этого этот отдел и существует. Для этого у нас в гостях Валерий Базаров, и мы об этом и с вами говорим. Значит, сейчас я попрошу показать номер телефона на экране вашем телевизионном, и вы сможете звонить, участвовать, задавать вопросы. Наверняка есть люди, которые хотели бы больше знать о своей семье. Наверняка есть люди, которые уже пытаются это сделать, но они не знают, как лучше это сделать. Для этого у нас в гостях Валерий Базаров, начальник отдела, руководитель отдела, директор отдела истории семьи при Хиасе. Валерий, скажите, пожалуйста, вы уже не первый год в своей должности, и не первый год существует отдел. Есть какая-то тенденция, что с годами больше получаете вы писем, меньше получаете писем, люди больше интересуются, меньше интересуются. Как вообще это вы? Может быть, это как бы было раньше, что все бросились, а сегодня все устали от жизни, и никто ничего не узнает, или наоборот, я не знаю. Какая это статистика? Статистика простая и очень впечатляющая. 11 лет назад, когда я стал руководителем этого отдела, тогда еще не было отдела, я не был руководителем, была как бы единичка. Отдел существует, кстати, практически с момента образования Хиаса, а ему уже вот в этом году будет 130 лет. Но потому что, когда люди уезжают, они как бы рвут все связи со старым миром, со старой страной, со старыми связями, иногда очень близкими, они обрываются. Им кажется, что жизнь больше не интересна, и они ее отталкивают, или просто так требуют? По-разному, но когда мы говорим о Советском Союзе, России, то там железный, а занавес сразу оборвал все связи, даже которые существовали. Тем не менее, больше всего, кстати, отдел, который тогда насчитывал около 50 человек, это было во время войны, когда сотни тысяч людей по обе стороны. Я не понял, 50 человек было в отделе, в котором сегодня работает сколько? Два. Это вы говорите о тенденции? Все правильно, все правильно. Ведь тенденция, она может быть по-разному, она колеблется. Когда сотни тысяч людей после войны не знали, что случилось с их близкими по обе стороны океана, Хиас выполнял где-то до 300 тысяч заказов в год на поиск. Тогда просто печатались иногда, ведь собирались имена, кто выжил, кто не выжил. Эти имена печатались, у меня есть даже фотография в нашем архиве, когда люди приводят своих детей и смотрят вместе на эти списки, надеясь найти на правой стороне, где жизнь, имена иногда, к сожалению, находятся. Мне кажется, сегодня настолько все стало просто. Интернет вошел в... Совершенно верно. Но тем не менее, когда 11 лет назад я пришел, несколько десятков писем приходило в год. Кто-то кого-то потерял, потерялся с кем-то контакт, кто-то уехал раньше. Такие вот очень простенькие были задачи, запросы. Сейчас, благодаря интернету, электронной почте, факсам и этим машинам, на которых можно оставить свое сообщение, мы получаем в год на двоих до 5 тысяч, даже больше 5 тысяч запросов. Не все запросы, Борис, не все запросы выливаются вот эти разыскные дела. Вот недавно мы закончили поиск, который длился полгода. Секундочку, давайте мы послушаем запрос Симы из Бостона, а потом вы продолжите, какой длился полгода. Здравствуйте, Сима, вы с нами в студии. Добрый день, Борис, добрый день, ваш гость. Я хочу обратиться к матери Славы. Да, пожалуйста, говорите. Аня, я тоже мать и бабушка. И я хочу всей семьей, мы стоим перед вами на коленях, слонив головы, и благодарим вас за такого сына, который спас жизни тысячам сыновей, внуков, мужей, братьев и так далее. Аня, у меня к вам одна просьба. Вы должны жить и крепиться, потому что благодаря вам ваши внуки будут всегда помнить и знать о своем отце. И вы поможете вырастить их такими же, как ваш сын, только с более длительной жизнью, до 120 вам. Аня, вы Мадонна, спасибо вам. Всего всем доброго. Сима, скажите, пожалуйста, вы могли бы назвать свою фамилию? Я, моя фамилия Либов, Либова, Либов. Либова Сима, город Бостон. Большое-большое вам спасибо. Я уверен, что Анна Соколова сегодня очень и очень по-человечески нуждается в этой помощи. Я даже не сомневаюсь в этом. Поэтому всегда наша душа, душа моей еврейской семьи, и я думаю, не только с вами, и в любую минуту, когда нужна помощь, прошу вас, координаты в студии, звоните. Будем общаться. Поверьте, это очень помогает. Спасибо. Спасибо большое. Самого доброго и светлого. Спасибо. Всего доброго вам. Спасибо. Ну вот видите, такая вот цепочка доброты, теплоты. Я уверен, тепла, уверен, что Анна Соколова, когда мы с ней разговаривали накануне передачи вчера, я чувствовал, в каком напряжении она живет, в каком постоянном, как бы, ощущении вопроса. Что произошло? Почему произошло? Как жить дальше? Ну, вы знаете, вот я говорил о письме, которое она писала. Я наизусть помню последние строчки, где Анна пишет, что ты, мой сын, спас, вернул трех сыновей своим матерям. И я постараюсь найти в этом хоть какое-то облегчение. Да. Хорошо. Итак, вы хотели рассказать о какой-то истории, которая полгода шло исследование и расследование. Сама история была, в общем-то, ординарная. Люди приехали, одни приехали 80 лет назад, другие приехали лет 25 назад. И вот нужно бы поменяли все имена и так далее. Вот пришлось их искать. Такие вот поиски длятся по полгода, иногда по году. Скажите, пожалуйста, люди находятся с удовольствием? Находятся. Как? Это по-разному, очень по-разному. Иногда не очень охотно, потому что иногда бывает, что человек, который ищет, он нам сообщает, это был мой лучший друг. А когда мы находим друга, он говорит, что-то я не помню. А, да, кажется, в первом классе мы два дня были с ним, вот сидели за одной партой. Но это бывает редко. Обычно, конечно, ищут людей, с которыми связывают тесные узы, родственников. Ведь те, кто уезжал, они оставляли своих братьев и сестер, у которых были тоже потомки, которые вот приехали теперь. Но бывают и обратные просьбы. Вот буквально несколько дней назад мне позвонил из Балтимора человек по фамилии Леон Бланк. И он говорит, не могли бы вы мне подсказать, где в Могилеве-Подольском есть какой-то человек, кто мог бы рассказать мне о моем деде, который родился в Могилеве-Подольске, и даже у него была синагога на улице Сталина. Что-то здесь не так было. На улице Сталина на синагоге быть не могло. Но мы узнали, что в Могилеве-Подольске есть человек, который может ему помочь. Он председатель еврейской общины, Леонид Брехтман. Когда я ему позвонил, я говорю, вот улица такая была. Он говорит, никогда в жизни не было в Могилеве-Подольске улица Сталина. Была улица Столярная, и на ней была синагога. То есть этот человек, Столярная, это ему ничего. Если Сталь, то это Сталин. Ничего не говорится. А вот Сталин, он знает. Все, мы ему дали его телефон, он поедет туда, и уже у него будет путеводная такая ниточка. Он покажет на кладбище, все имена. То есть идут, я же говорю, запросы идут со всех сторон. И оттуда туда, и отсюда туда. Что интересно, вот мне было, может быть, тоже интересно узнать, кто лучше, как реагирует американские, давно уехавшие, скажем так, 20-е, 30-е, 40-е годы американцы, как они реагируют, и вам наверняка с этим приходилось сталкиваться, на желание найти их, новопрыбывших, иммигрантов. Ну, прежде чем вы ответите, пожалуйста, давайте мы поговорим с Шелли, Нью-Джельси. Шелли, здравствуйте, вы с нами в студии. Здравствуйте. Я хотела спросить, значит, две вещи. Первое. Можно ли узнать, у меня, в нашей семье погибло, у бабушки погибло... Чуть погромче и четче. Еще. В нашей семье без вести пропала моя тетя во время войны. Как мы не пытались ее найти, ничего не... Ну, как-то все было утеряно, ничего не получилось. Существует ли такая возможность, если я знаю ее? Понятно. Это первый вопрос. И второй вопрос. А второй вопрос. У меня, может быть, я хочу спросить разрешение у госпожи Анны, матери Славы Зильбермана. Можно ли... У евреев есть такая традиция, три раза в год молиться за тех, кого нет уже. Могу ли я включить ее сына в свой список? Можете ли вы... Включить ее в список. У меня все... Когда молитву произносят? Где молятся, произносят молитву в синагоге дверез в год. Хорошо, Шелли. Хорошо. Можете сделать. Я вам отвечу, я поговорю с Анной, и в следующей передаче я скажу, вот тут еще есть вопросы к ней, и я обязательно вернусь к этой истории и скажу отношения Анны. Но в любом случае, наверное, это ваше предложение, очень благородно. И немножко зная Анну, я практически не сомневаюсь, что это разрешение будет. Хорошо, Шелли. Большое вам спасибо. Хорошей вам недели. И мы отвечаем на вопрос. Спасибо. Можно ли найти... Да, можно ли найти. Тетя пропала во время войны на территории бывшего Советского Союза, я так понимаю. Алло. Алло. Она отключилась. Что можно посоветовать? Значит, нужно узнать, какие обстоятельства, при каких обстоятельствах она пропала, где она пропала и так далее. Но думаю, что шансов найти пропавшего во время войны человека очень мало. Минимальные шансы. Очень мало. Хорошо. Мы скажем телефон, по которому люди могут возвратиться к вам. Да, можно позвонить мне. Скажите, пожалуйста. Мне и тогда... Это телефон как... 212. 212. 613. 613. 1409. 1409. Пожалуйста, позвоните, и мы подробно поговорим. Это отдел истории семьи в Ихиасе. Валерий Базаров. Так вот, мы говорили о том, что в Израиле существует такое понятие, как ватиким. То есть люди, которые приехали даже в 70-е годы. Я помню, когда мы приехали в 90-е годы, был какой-то определенный антагонизм. Люди, приехавшие в 90-е годы, они считали, ну как, это мои родственники, близкие, и они будут счастливы сейчас увидеть меня сходящего самолета. Не всегда это было так. И возникает какой-то даже, ну такой, легкий антагонизм. Я не хочу говорить о всех. Конечно, были разные случаи. А вот здесь, американцы, как воспринимают новых родственников, появившихся на их голову? 99% обращений с розысками такого рода начинается с предложения. Нам ничего не нужно от наших родственников. Так и не скажите. Так и не скажите. Нас просто интересует вторая сторона истории. Но поскольку генеалогия, история семьи, вот за эти годы просто на глазах превратилась из очень распространенного хобби в науку. Есть Международный институт генеалогии, есть специальные научные журналы по генеалогии. Но сегодня так много инструментов, которые помогают. И с каждым днем их становится все больше и больше. То есть, когда вы говорите копаться в архивах, это иносказательно сидеть у компьютера и переключать клавиши. Потрясающе. И вы можете найти, вот недавно тоже один американец говорит, я две недели сижу возле компьютера, я узнал за эти две недели о своих родственниках больше, чем за всю предыдущую жизнь. Только нужно этим заниматься. Это путешествие, которое начинается и никогда не заканчивается. Да, это интересно. А что думает Брана из Флориды? Здравствуйте, Брана. Здравствуйте. Я впервые услышала об этом человеке. Огромное ему спасибо. У меня такой вопрос. Я хочу найти свою подругу, но знаю только девичью фамилию. И она живет в Израиле. Я никак не могу ее найти, можно ли сделать это. А второй вопрос. Телефон этого вашего гостя. Хорошо, телефон повторим. Сейчас, одну секундочку. Значит, отвечая на первый вопрос, вопросом на вопрос. Это ваша подруга приехала в Израиль по своей девичьей фамилии и вышла замуж там, или она приехала уже как жена? Да, она в том-то и дело, она приехала как жена уже. Несмотря на это, я думаю, что шансы найти ее есть. Вам нужно мне позвонить. У нас в Израиле есть очень мой хороший друг, батя Унтершац, которая была директором бюро поисков семей в течение 30 лет. А сейчас она открыла свое маленькое частное предприятие и занимается поисками. Она может найти в Израиле всех. Спасибо. Я узнаю точно, может ли она найти девичью. Где-то там девичья фамилия должна была фигурировать, потому что эта фамилия, когда в Израиль приезжаешь, наверное, нужно снабжать Сахнут всеми данными. И лучше всего еврейского дедуша. И ваш телефон можно? Да, пожалуйста. Это я уже повторю. 212-613-1409. 212-613-1409. Валерий Базаров. Отдел истории семьи. Хиас. Да, так о чем мы с вами говорили? Мы говорим о том, что американцы открыты для своих новых родственников. Опять же, американцы это люди. И люди бывают разные. Вот у меня есть целая серия фотографий, где сняты, мы участвовали в этом, как бы, reunion, family reunion. Причем люди, которые, они даже не жили в Америке, вот те, кто просили найти. Одни в Израиле, другие еще в России. А этот человек, он четвертое или пятое поколение, потому что в 904 году первый представитель этой семьи уехал в Америку. Так вот, он стал, вот этот последний, так сказать, потомок, он стал членом Верховного суда Квинса. Немаленькая должность. А его жена, она фотодизайнер. И вот, интересно, у нас было, приехали люди вот из России, приехали люди, родственники со всех концов Америки. Мы в этом доме этого судьи встретились. Было невероятно, интересно, они принесли фотографии. То есть, действительно, вторая сторона истории. Эти рассказали, как они боролись, как они выживали в Холокост, с советской системой. А эти рассказали, как они добивались успеха, боролись с трудностями, которых здесь тоже было немало. Вырастали в жизни. Очень было интересно. А есть иногда, да, интересно, обменивается парой писем, на этом заканчивается. Говорят, нет, вообще нам это не нужно. Я знаю одну семью, которая раз в году собирается, собирается, не просто сказать, а это съезд целый, там собирается человек, наверное, 200-300. Они договариваются заранее, снимают гостиницу. Каждый раз это в разных городах, в разных частях Америки это делается. И съезжаются туда, в эту гостиницу на субботу, воскресенье, на 2-3 дня. Съезжаются все, кто имеет отношение к этому роду. И там и евреи, и китайцы уже там. Это, между прочим, сейчас история семьи становится все более разносторонней, потому что есть смешанные браки. Есть люди, вот один сын моего знакомого, он женился на Аргентинке. Так что этих молодых людей интересует история не только своих еврейских предков, а своих испанских предков или своих китайских предков. Но есть генеалогия, есть всякого рода генеалогия. Люди размножаются независимо от... С того момента, как было показано, что Барак Обама является родственником Джорджа Пуша или королевы Виктории, я понял, что в этом мире сегодня... Мы все от Адама и Евы. И, кстати, было доказано, что евреи действительно происходят вот этих трех прародительных своих. Да. Ну хорошо, посмотрим, откуда произошел Дмитрий из Кливленда. Здравствуйте, Дмитрий. Алло, Дмитрий. Здравствуйте. Говорите только громче. Да-да, здравствуйте. Вы меня слышите, да? Да, пока слышу. Я хочу спросить. У меня товарищ, который у меня еще служил в армии, давно очень, в 51-м, в 55-м году, он живет в Америке. Я знаю, что он живет в Америке. Но я хочу его найти. Фамилия его Шмаргонер. Михаил. Пожалуйста, пока не надо называть сейчас фамилию. Позвоните мне, я вам скажу, что нужно делать, и мы постараемся его найти. Но единственное, я вас предупреждаю, как я уже рассказывал, что если ваш приятель не захочет возобновить знакомство, мы, к сожалению, вам помочь не можем. Мы даем сведения о тех, кого мы ищем, тем, кто ищет, только в случае согласия тех, кого ищет. Прямо у вас такая. Уже налажена. Да, налажена. Я думаю, что он с удовольствием. Мы были большие друзья. Окей, посмотрите, пожалуйста. Телефон 212-613-1409. Виктор Мэриленд. Здравствуйте, Виктор. Вы с нами в студии. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Виктор. Да, да, да. Говорите. А, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор, да. Значит, мне пришла в голову неожиданная идея, когда я посмотрел вашу передачу и все еще смотрю, поискать моих родственников в Америке, на крайней мере. Ну и как эта идея? Вам нравится? Мне эта идея... Мне эта идея очень нравится. Ваш вопрос. Я могу дать, во-первых, мою фамилию или как это сделать? Пожалуйста, сейчас не надо давать никакие фамилии, мне просто некуда их записать. Пожалуйста, один и тот же совет всем, кто кого-то хочет найти, не задаваться, не звонить сюда, а просто позвонить прямо мне по телефону 212-613-1409. И тогда с каждым из вот этих желающих кого-то найти, мы побеседуем отдельно, и я думаю, что большинству мы сможем помочь, хотя гарантии я вам не могу дать. Прежде чем я вам задам вопрос, мы еще поговорим с Софией в Нью-Йорке. Здравствуйте, София, вы с нами в студии. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Валерий. Я из Нью-Йорка, мы тоже из эмигрантов. И я хотела бы поблагодарить вас, в первую очередь, Борис и Валерия, за эту прекрасную передачу. Вы знаете, мы также приехали в 95-м году, и нас встречал в аэропорту Валерий Базаров. А, да? Да, мы помним этот день, 27 сентября 95-го года. Это уже история, это уже история, София. Очень внимательно он к нам отнесся, и мы в первых минут почувствовали, что мы среди своих дома. А сегодня история, вы знаете, нас с мужем потрясла до слез. Вот, ой, Валерий, спасибо вам огромное, что вы не забываете нас, и что вы, София, ведете прекрасные передачи об эмигрантах. Спасибо. Хорошо, София, спасибо. То, что я не забываю вас, это понятно, но то, что вы не забыли меня, вот это удивительно. Спасибо вам огромное. Вам это удивительно, Валерий? Ну, конечно, это же было... Люди приезжают, они же в шоке. А первые 12 лет, я работаю в Хиасе уже 23-й год. Первые 12 лет я работаю в Хиасе. А не 12 лет, все в шоке? Все 12 лет? Нет, ну, когда люди приезжают в первый день, в первый момент, они сходят, выходят... Вы же тоже приезжали. Выходят самолеты, они в шоке. Если... Я помню, правда, тех, кто нас встречал, потому что я с ними встретился потом в Хиасе. Но интересно, что люди могут кого-то выделить из этой пестроты. Это потрясающе. Это потрясающе. Вот вы действительно сейчас говорите очень такую интересную деталь. Помнят того человека, который встречали. Это София, она просто уникальный человек. Вот я должен честно признаться, когда я спускался по трапу самолета, я не помню, кто меня встречал. Я не помню даже вообще, что было. Что было, да, да. А ведь это история. Это та самая история, о которой мы все время говорим. Это тоже часть истории семьи, которая спускалась по трапу самолета. Как они приехали, почему они приехали, зачем они приехали, что они ожидают, что они хотели бы... Если у нас есть минутка, я хочу рассказать очень смешную историю. У вас есть еще двое, да. Когда я встречал вот у трапа самолета, я был первым американцем, который приезжающие видели, сходя с трапа самолетом. Мы работали за таможней, за иммиграционными лостями. Это было на Дельте, я помню, третий терминал. И вдруг по трапу спускается в полной форме милиционер. А это было где-то через года полтора после этого. За ним второй, за ним третий, за ним четвертый. Десять или двенадцать милиционеров в полной форме спускаются и идут прямо ко мне. Скажите, вы испугались? Я страшно испугался. Я не знал, куда им бежать. Я забыл, где я нахожусь. Очевидно, не только я, потому что потом по вашему же RTN или по русскому радио объявили, что приехала спортивная команда Динамо, этих боксеров. Но я это не забыл. Иоанн. Иоанн, город Нью-Йорк. Здравствуйте. Здравствуйте, Иоанн. Только быстренько, у нас заканчивается время. Пожалуйста. Я живу в Нью-Йорке. Да. Там родился в городе Лёве. В сорок девятом... Вопрос. Был в сибирских лагерях. Я хочу передать большой привет тем евреям, которые были в этом лагере в Сибири и Забайкале. И тех, если остались живых кто-то, который мой отец эвакуировал и попал в окружение аж под Краснодаром. Повторите, пожалуйста, кому вы хотите передать привет. Четко с именем этого лагеря. Лагерь это Курбинский район Забайкале, село Хасурта. Там были евреи, гагаузы, болгары, греки. Понятно. Хорошо. Мы сейчас попросим, во-первых, тот, кто услышал этот привет и имеет к этому какое-то отношение, чтобы он мог, имел возможность позвонить Базарову Валерию по телефону, который я сейчас скажу. И если такие будут, то я вам сообщу это в одной из ближайших передач. Итак, вы поняли, да? Что вам могут раздаться звонки. Очень интересно. Мы смогли связаться с мемориалом. Да, и передавать вам приветы из забайкальских лагерей. Хорошо. Значит, я еще раз хочу вам поблагодарить за то, что вы действительно ведете такую работу. Оказывается, вы еще и у трапа самолетов стояли. И сейчас историю помогаете. Потому что каждый прожитый день – это история. Нам кажется, ну что тут сегодня такого было? А вот проходит какое-то время, берешь эту фотографию, думаешь, ой, как было интересно. Это же историческое. Ва, этого уже того нет. Или как-то что-то изменилось в жизни. Или это было начало чего-то большого и интересного. Вот как сегодня понедельник. Это начало недели. Интересной большой недели. Правильно? Понедельник начинается в субботу. Да, в субботу. Поэтому я хочу вам сказать, что то, что вы делаете, вы просто как бы вкладываете все маленькие-маленькие кирпичики, камешки. Мы создаем такую пирамиду, что ли, памяти. Это как джигсо. Из кусочков отдельных, казалось бы, не связанных с друг другом, мы создаем довольно цельную картину. И она будет создаваться всегда. Она никогда не будет полной. Но это работа ведет. Хорошо. Валерий, большое вам спасибо. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч. Традиционных встреч. И, как всегда, я признателен вам, уважаемые телезрители, за то, что понедельник вы провели начало дня с Борисом Тенсором и передачей «Контакт по понедельникам». До новых встреч по понедельникам. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok